Всем привет! Следующий, как говорится, момент работы. Мы тут клеим, 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 клеим. Всё потихонечку проклеиваем. Это видно, где-то кусочки. Вот такие скрытые полости. Внутри всё замовилино, промовилино. Я считаю, нужно их заполнять пеной, лишнее убирать. Делать это надо аккуратно, поскольку можно накосячить. Поэтому потихоньку будем поддувать, чтобы их закрыть. Внутри, опять же, повторяюсь, но это и видно, что тут антикор внутри присутствует. И потом всё это заклеиваем. Дополнительно убираем пустоты, убираем то, что не нужно. Потихонечку начинаем. Пользуемся такой пеной. Она должна быть всепогодная. То есть, так называемая там снежинка, она и в жаре, и в холоде применяется. Начинаем. Вот, тут такая красота. Лишнее повылазило. Оставим. Пусть это всё полимеризуется. Пустоты позаполнили. Вот. Даже вот такие вот маленькие. Вот, пустоты. Вот. Потом это ножиком аккуратно срежется и всё заклеится. Но предварительно, предварительно, срезанную пену я потом покажу, что я делаю, чтобы она в себя влагу не впитывала. Вот, то же самое мавильчиком сверху брызгаем, чтобы получилась плёночка или корочка, как кому важно. И всё будет хорошо, потому что пена может в себя немножко влагу потихонечку тянуть. Поэтому мы её как бы закрываем даже снаружи и потом всё это проклеим. Продолжаем дальше праздничную оклейку. Ну вот. Это у нас пассажир с передней, справа. Всё тут подзаклеилось. Вот, ну и вот эта задняя часть машинки. Кое-где ещё пропуски пооставались. Креста вопросов нет, нуждается в доработке. Ну, как бы на сегодня подзаклеено. Вот, сзади. Вот эти вентиляционные отверстия кое-где. Я их подоставил, потому что вот так же здесь. Ну, это нужно для вентиляции салона. Вот, поэтому бездумно перекрывать и заклеивать всё подряд тоже не нужно. Потому что можно сделать только хуже. Ну, вот так. С перекрывающимися слоями всё это как-то вот так выглядит. Ну, вот, на сегодня уже хорош. Полседьмого и так как бы поработано. А вот эту часть, где бензонасос, я сделаю таким образом. Здесь будет, не будет это заклеиваться, но будет обесшумливаться. Каким образом это делается. Вот так я положу слой. Но клеить его не буду. А по краям я его немножко прихвачу по уголкам. Такими же кусочками. Как бы это всё прижмётся и уже будет не голый металл, а вот как-то так. Вырежу специальный кусочек на эту крышечку. И по уголкам его прихвачу, когда сиденьями придавится, всё будет нормально. Потому что вот до сюда, до этого места доходит ковёр, который вот здесь по салону. А дальше здесь, ну, с завода, голое место и голый металл. Мы его тоже перекроем. Ну вот, потом надо будет дальше снимать здесь сиденье и заниматься проклейкой дальше. Вот, на сегодня уже хорош. Мелочи тут кое-какие сейчас ещё вот подоклеиваю. Мелочу очку, просветики. И на сегодня хватит. Вот так вот получается. Потихоньку, по порядку, заканчивая, так сказать, правую сторону. Здесь я уже прошёл, подклеил. Вот до сюда. И там вверх до барпиза. И решил дойти уже правую сторону к финишу. Сейчас будем обклеивать крыло изнутри и здесь, насколько это будет возможно. Потом надо будет домкратить колёсико, снимать. И там тоже подклеить и ставить. То же самое вот здесь внутри зачистить и обклеить, а потом поставить защиту. Ну вот, рулончик. Тоже вопрос задали, чем я обклеиваю. Вот такой вот штукой я обклеиваю. Изолон называется. Вот 20 метров ещё. 10 метров уже закончились на машинке у нас. Ещё 20. Я думаю, вполне хватит, поскольку ещё обклеивать прилично. Обклеить надо будет все арки, стойки, потом крышу. Так что, ну, что если останется, как говорится. Применим тоже в дело. Можно будет вот здесь вот эту панельку слегка тоже подобклеить. Хуже не будет. Можно будет то же самое вот здесь ещё небольшой такой демонтаж сделать. И подклеить ещё здесь. Вот в этих частях хуже не будет. Я считаю, что всё-таки обклейка арок, арки, и особенно арки там, где двигатель, они, как говорится, больше шума создают. И плюс ещё останутся у нас обклейка дверей. Так что вполне возможно, что иногда бывает, что приходится ещё немножечко даже докупать. Ну, именно немножко. Ну, посмотрим, как будет на этом автомобиле. Работа продолжается. Я здесь обклеил часть здесь, здесь. Ну, кусочки остаются, их тоже можно использовать. Чтобы не выкидывать, так сказать, можно использовать это всё. Ну, и вот здесь тоже под водительским сидением. Опять же, задул полости. Подзаполнил. Вот так будет видней. Вот сейчас это всё в течение часа подвысохнет. И нужно заклеивать всё дальше. Очередной этап работы пройден. Здесь левая часть всё пройдено, упаковано. Ну, почти вот мелочи остались. Это кусочками потом уже доклеится. А в общем-то, всё, что надо, уже здесь как бы запечатано. Запечатано в основной своей массе. Там, если 1-2% осталось неоклеенного, это как бы уже мелочь. Там вот здесь чуть-чуть. Ну, это уже мелочёвка. Сейчас приступаем ко второму этапу. Просто кончились огрызки этой самоклейки. И приступаем к следующему этапу. Это будет оклейка передних крыльев. Ну, понятно. Замываем, зачищаем. Вот. Проходим. Уайт-спиритом обезжиркой. Всё это сохнет. Часик-другой. Вот у меня печка тут рядом. Я вот сюда наверх на перекладинке вожу. Всё высыхает. Всё чисто, хорошо. Начинаем оклейку крыльев изнутри. Крайку делаем следующим образом. Сверху накладываем крылышко. Вот так, чтобы виднее было. И отмечаем. Потом, когда будет это всё вырезаться, на сантиметрик уменьшаем. То есть, допустим, вот линия идёт. Ну, где-то даже можно на два пальчика меньше вырезать. То есть, вот здесь линия реза будет идти чуть выше. И всё. И наклеиваем всё это сюда. Ещё раз повторюсь. Вот. Со стороны видно, как мы отметили. Вот. А вырезаем чуть с запасом вовнутрь. Потом, когда... Эта выкройка вырежется, опять же. Накладываем её, расстилаем и смотрим, где что надо, допустим, подрезать. Продолжаем. Вот что у нас получается. И вот здесь. Вполне себе ничего. Выкройка получилась. Понятно, что здесь, как бы, не в идеал. Ну, и такой кусок наклеить будет не так-то просто. Ну, очень даже хорошо получилось. Остаётся... Вот он у нас фонарик. Намечаем и прорезаем. То же самое. Вот тут красоты особо и не надо. В данном случае и так. Ну, вот как-то так получилось. Вполне себе ничего. Сейчас чуть-чуть подаккуратить. И здесь вот этот рюстов вырезать ещё. Маленькими ножничками. И всё. Нормально. Вполне. Вот что получилось. Да что ж такое. Автофокус не хочет. О! Интересно. Ну, собственно, вот. Да, здесь зазорчик получился. Ну, вполне. Всё аккуратненько. Нормально получилось, собственно. То, что и хотелось. И фонарик. Всё. Можно, конечно, делать идеальные выкройки. Сделать и вклеить. Тут очень красиво. Лучше, чем на заводе. Но в данном... В данной работе цель эта не стоит. Это не Rolls-Royce, не Bentley и так далее. Это по эконом-варианту. Мы делаем, поэтому тут... Скурпулезная точность, она никому не нужна. В данном случае и быстро, и эффективно. Продолжаем дальше. Второе крыло. Ну вот. И левое переднее крыло готово. Тут, правда, пришлось вот с двух кусков. С тех кусков не получилось. Даже не с двух, а с трёх вот ещё. Кусочек доляпнул. Ну, как бы... Всё. Получилось. Вот, чём даже нормально. Вот. Всё. С этим делом финиш. Продолжаем дальше. Продолжаем. Продолжаем.